Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН в студии Павел Берсенев. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Глава города на главной стройке города Сергей Бердников проверил ход работ в партию Вечного Огня. Назад в средневековье трест водоканал начал отключать должников от канализации. Всякий день с овощами, да не всякий день с ощами. Какое меню приготовил Гурторг для детских садов и школ города? А сейчас об этих и других событиях более подробно. Глава города продолжает держать под контролем одну из самых масштабных реконструкций за последние годы. Парк Победы, переименованный в парк Увечного Огня, начали приводить в порядок в начале лета. Напомним, благоустройство знакового места в Магнитогорске стало возможным благодаря федеральному проекту «Городская среда», который инициировала партия «Единая Россия». С инспекцией сюда глава города наведывается чуть ли не каждую неделю. Парк Увечного Огня за это лето преобразился до неузнаваемости, хотя до окончания работ еще больше месяца. К концу сентября на всей огромной территории парка должно появиться освещение. Несмотря на то, что в этой работе есть трудности, подрядчик уверил главу города – все будет сделано в срок. Пока ни одно из 131 опоры, кронштейнов нет. Светильники есть, опоры есть. Кронштейнов нет. Ждем. Градоначальник проверил, как организуются подъезды к парку и карманы для парковки, внес изменения в обустройство зоны детской площадки и уверил собравшихся на совещании. Менять проект по ходу выполнения работ – это нормально и порою даже необходимо. В итоге площадку для выгула собак решено перенести. Конкретное место пока неизвестно, хотя оборудование для этой площадки закуплено будет. Масштабная реконструкция в парке у монумента «Тыл и фронт» началась еще летом. Стоимость работ на начальных этапах составила 150 миллионов рублей. Работы уже сделаны на 95%. Осталось у нас только сделать гранитную крошку, доделать уже финиш, это будет в самом конце. Ну и я надеюсь, что на следующей неделе мы приступим уже к посадке зеленого сожжения по главной аллее с южной стороны. В планах городских озеленителей, высотках 220 деревьев, хвойных пород и 12 тысяч единиц кустарника он будет выполнять в парке функцию живой изгороди. Непосредственно проектом парка предусматривался снос деревьев при создании конструктивных элементов. Мне хочется сказать, при проектировании дорожных элементов были выбраны участки свободные от ценных пород деревьев. То есть в основном подрежали сносу деревьев малоценных пород. Полная реконструкция парка у Вечного огня завершится лишь летом следующего года. Тогда будет реконструироваться монумент «Тыл и фронт» и благоустраивается набережная. Однако впервые прогуляться по парку жители «Магнитки» смогут уже этой осенью. К ноябрю власти планируют открыть парк для горожан. Елена Тимофеева, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. В городе продолжаются дорожные ремонты. Асфальтовое полотно меняют на самых проблемных участках. Одна из улиц, на которые работы сейчас идут полным ходом, это Комсомольская. Там от Советской до Суворова проводят капитальный ремонт дороги, а на участке от Суворова до Карломарса 15 сентября начали средний. Суть средних ремонтов заключается в том, что основание дорожного покрытия остается прежним, а верхний слой полностью снимается. На улице Комсомольской уже проведена первая подготовительная часть работы. Фрезеровка асфальтобетонного слоя, продувка, проливка битумом. Ложен первый слой асфальта на южной стороне. Сегодня, в настоящее время, ведется укладка второго слоя асфальтобетона. Это плотный асфальтобетон с полимерными добавками. Заканчиваем второй слой и переходим на северную сторону. На участке трудятся три бригады рабочих. Планируется, что средний ремонт на Комсомольской будет закончен в течение пяти следующих дней. Качество асфальта, как обещают специалисты, будет отличным, ведь покрытие прошло все лабораторные проверки. Такие же средние ремонты ожидают в ближайшем будущем улицы Индустриальную, Герцена и Урицкого. Там уже идут подготовительные работы. На днях закончилась реконструкция на Столиваров и Советской армии. Планируется, что полностью средние дорожные ремонты в городе будут завершены до 10 октября. Продолжаем программу. На Магнитогорском металлургическом комбинате успешно прошел ресертификационный аудит системы менеджмента качества на соответствие требованиям международных стандартов. В течение пяти дней комиссия аудиторов Международного органа по сертификации ТУФНОРДСЕРТ проводили проверку функционирования процессов системы менеджмента качества. Аудита хватил практически все основные структурные и функциональные подразделения ПАО ММК. На заключительном совещании по итогам аудита было отмечено, что аудит выполнен в полном объеме. Система менеджмента качества ММК функционирует в соответствии со стандартами, никаких несоответствий, препятствующих сертификации ПАО ММК по новой редакции стандарта 2015 года в ходе аудита выявлено не было. Необходимо отметить, что впервые данный аудит является групповым, и до конца сентября свое соответствие требованиям международных стандартов должны подтвердить системы менеджмента качества всех основных обществ, входящих в группу ПАО ММК, что позволит получить единый сертификат соответствия на группу компаний Магнитогорского металлургического комбината, сообщает Управление информации и общественных связей ПАО ММК. В числе южноуральцев, которые получают государственные награды, немало наших земляков. Так, вальцовщик стана горячей прокатки 10-го листопрокатного цеха Андрей Ботин был удостоен почетного звания заслуженной металлургой России. Наша съемочная группа встретилась с ударником труда. 10-й листопрокатный – один из самых высокоэффективных и технологичных цехов ММК. Он всегда загружен на 100%. 5 млн 948 тысяч тонн – таков был его производственный объем в 2016 году. И Андрей Ботин – тот человек, который принимал участие в становлении промышленной легенды. Сама же трудовая история заслуженного металлурга начинается в 1983 году, когда он только пришел на комбинат. Это совет от родителей. У меня родители работали на комбинате всю жизнь. Мать работала мастером в 13-м ГПТУ. Я туда и пришел учиться. Вот по ее совету. Отчасти я сюда. Потому что я не знал ничего. Сначала Андрей Ботин трудился в ЛПЦ-1, а в 1993-м пришел в 10-й листопрокатный. Цех тогда официально еще не был запущен, и Андрей Валерьевич принимал самое непосредственное участие в пусконаладочных работах. Изучив производство, вольцовщик взял на себя и не менее важную миссию по подготовке новых кадров. Причем те, кто когда-то были его учениками, сейчас занимают руководящие посты. Например, начальник смены Сергей Сарычев. Мне повезло с учителем. Будем так говорить, а зам профессии именно он меня обучил. Все, кто сейчас работает на главном посту, на стане 2000 горячей прокатки, это, в общем-то, его ученики. У него, видимо, талант к этой деятельности. То есть с его легкой руки, в общем-то, вышли все наши вольцовщики старшие. Годы идут, специфика работы меняется. Об этом лучше всего может судить человек, который трудится в цехе с момента его запуска. Модернизация, которая повсеместно проходит на комбинате, затронула и ЛПЦ-10. Вот недавно у нас машины итальянцы пришли, нам наладили машину, которая делает перестройки, расчеты перестроек. Это очень помогает, да, очень помогает. Раньше мы все это набирали, все вручную. Сейчас она выставляет нам все. Если мы согласны с этим, мы согласны. Нет, значит, уходите от себя. Но в основном эта машина работает корректно. Тем не менее, сложностей и своих тонкостей в прокатке всегда хватает. Каким бы современным ни было оборудование, без человека на производстве не обойтись. Поэтому Андрей Валерьевич убежден, главное в работе вольцовщика – внимание. Это работа сложная. Сейчас вот сортамент разный, новый, сложный, тяжелый. Автопромовских много марок стали. С ними особые заморочки. Не просто работать. Самому еще и учить – это и сложности. То, что на комбинате трудятся целыми трудовыми династиями, ни для кого не секрет. Решив пойти по стопам родителей, Андрей Валерьевич со временем стал примером для собственных детей. Сейчас сын работает, жена работает, дочь. Ну, правда, она медик, здравпунктий, но тоже на комбинате. Оптимизм и вера в свои силы – вот еще качества, за которые ценят Андрея Босина в коллективе. И, как видно, такой подход к работе приносит свои плоды. Лучшее тому доказательство – почетное звание заслуженного металлурга России. Не боги горшки обжигают. Если есть время, желание, старание, все будет. Павел Брюсенев, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. Не заплатил за воду, отключили от канализации. Трест-водоканал приступил к радикальным мерам борьбы с должниками. Если сумма долго превышает 10 тысяч рублей, то специалистами проводится так называемое тампонирование канализационной трубы. Как проходит эта процедура и насколько она эффективна, выясняла наша съемочная группа. В этом доме по улице Ленинградской проживает одна из злостных неплательщиц. На данный момент сумма долга за воду у нее составляет около 38 тысяч. В момент визита сотрудников водоканала и дом управляющей компании хозяйка квартиры отсутствует. Впрочем, ее присутствие особое не требуется, а делегация направляется на чердак. В среднем, чтобы отключить водоотведение в конкретной квартире, рабочим нужно от 15 минут до получаса. Процедура эта не так проста. Здесь без специального оборудования не обойтись. Сама заглушка крепится на особое устройство, оборудованное камерой. Затем вся конструкция вводится в стояк, а изображение передается на экран. Вот этой боковой камерой мы увидели, где квартира находится, крестовина, троса. Вот ее вот так. Все. Она раскрылась, уже встала в стояке. Таким образом замыкается отвод только с одной квартиры. Соседи никаким образом не страдают. К таким радикальным мерам борьбы с неплательщиками водоканал приступил в начале сентября. В настоящее время мы за основу взяли работать с дружниками, у которых задолженность свыше 10 тысяч рублей. Как правило, такая задолженность формируется в течение 2-3 лет, даже более. Достаточно отметить, что более 300 миллионов рублей дебюторской задолженности как раз приходится на должников, которые проживают в многоквартирных домах. Тампонирование – это крайняя мера, ведь у жильцов было время, чтобы позаботиться о долге. Предупреждение об отключении канализации приходит за 20-30 дней. И, как показывает практика, такой способ воздействия весьма эффективен. Так, в конце июля водоканал разослал порядка тысячи уведомлений. В результате более 100 человек пришли в трест и начали гасить задолженность. Изучаем ситуацию каждого должника и в соответствии с их материальным положением мы уже составляем график погашения платежей и идем навстречу каждому потребителю в индивидуальном порядке. Павел Берсенев, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. Типично российский парадокс. Если в предыдущем сюжете должников строго наказывают за несвоевременную оплату счетов за водоснабжение, то в следующем материале вода просто так течет по трубам. И виновных, судя по всему, здесь никто искать не собирается. В редакцию новостей телекомпании ТВИН обратилась жительница дома номер 13 по улице Помиловского. Вода в ее санузле бежит с начала августа, а коммунальщики разводят руками. Подробности у Татьяны Зайцевой. Два месяца назад вызвала сантехников. Вот бежит по трубе, вода капает, стена мокрая. Вот уже почти два месяца Екатерина не может решить свою коммунальную проблему. В санузле по трубам день и ночь течет вода. Женщина обращалась в домоуправление. К ней пришли сразу и сантехники, и мастеры, техник, но причину не установили. Ломайте мне здесь все, чтобы у нас был доступ. Я говорю, зачем ломать? Вы посмотрите, что выше течет. И вот какой-то замкнутый круг, и не могу я ничего добиться. Через два месяца Екатерина выяснила, что проблема кроется в одной из квартир на верхних этажах. И ликвидация этой проблемы в зоне ответственности домоуправления. Но, по словам хозяина верхней квартиры с течью, устранить ее коммунальщики не могут из-за отсутствия у них необходимых материалов. Вместе с Екатериной наша съемочная группа приехала в домоуправление выяснить, что же за материалы там такие дефицитные. Но беседы не состоялось. Так до них не достучаться, не дозвониться и кормят завтраками. Тем временем стена в подъезде от сырости пришла в плачевное состояние. Пользуясь присутствием съемочной группы, со своей пенсионерской бедой к нам обратилась жительница пятого этажа этого же дома Тамара Николаевна. Я проживаю в этой квартире уже 21 год. И вот как нам сделали крышу, после этого крыша стала бежать. Мне надоело обращаться в домоуправления. Я уже неоднократно это говорила, приглашала и мыла какой-то там жидкостью. Снова обои приклеила и все обои отстали. Тамара Николаевна подчеркивает, что до ремонта крыши такой проблемы не было. Редакция нашей телекомпании надеется, что управляющая компания, ЖИО номер 12, снизойдет до проблем жильцов и устранит все течи. Чтобы было в этом доме, как говорится, сухо и комфортно. Татьяна Зайцева, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН. Кто должен проводить обрезку деревьев? Как контролировать содержание общего имущества? Что такое прилегающая территория? Эти и другие вопросы обсуждались в администрации города на обучающем семинаре по вопросам ЖКХ. Инициатором его проведения стала партия «Единая Россия». Первый вал обращений, говорящий о некой растерянности горожан при решении жилищных вопросов, был зафиксирован единороссами в начале 2010-х годов. В одночасье, став собственниками некогда государственного жилья, люди просто не знали, как им управлять и что они могут требовать от управляющих компаний. Такая массовая дезориентация населения и дала толчок к реализации нового партийного проекта «Управдом», стартовавшего в 2012 году. Проводили выездные семинары в кварталах, в округах депутатов городского собрания, в кварталах с представителями ТОС, с населением, проживающим в конкретном микрорайоне. Мы получили сокращение количества обращений в сфере ЖКХ на 12%. Это только за период работы за два года, за 2014-2015 год. Эти выезды помогли найти ответы на целый ряд наболевших вопросов, что называется, прямо на местах. Однако быстро стало понятно, что только таких мер недостаточно. Юридически неподкованное население не могло самостоятельно разобраться во всех тонкостях нового жилищного законодательства, что порождало новые проблемы. Именно это и подтолкнуло к организации семинаров, на которых решили обучать помощников депутатов, представителей Совета ветеранов и КТОСов, то есть тех, кому население обращается за помощью в первую очередь. У нас всегда возникают какие-то проблемы. А юридически нужно быть подкованным. А здесь бывают со всех сторонние люди, представляющие разные организации, правовые и ЖКХ. И нас знакомят, как правильно поступить в той или иной ситуации. Поэтому интересно, нужное это дело. И поэтому хожу, не пропускаю занятия. С начала года в Магнитогорске было проведено уже четыре таких обучающих семинара. Разбирая хитросплетение законодательства, его организаторы стараются также попутно выявить и текущие проблемы. Чтобы мы могли уже, соответственно, в рамках этого проекта «Управдом» и «Мы защитим ваши права в сфере ЖКХ», мы могли уже непосредственно населению помогать, разъяснять, помогать, привлекать сюда федеральные органы государственной власти, применять меры общественного контроля, чтобы уже непосредственно что-то в системе ЖКХ менять. Всего в этом году будет проведено девять таких семинаров. Стараясь дать возможность собравшимся детально во всем разобраться, на обсуждения организаторы не выносят сразу большой объем материала, считая, что чем тише едешь, тем выше будет уровень правовой грамотности населения. К другим темам. Родители могут быть уверены в том, что их детей кормят сбалансировано. В учебном году главные организаторы питания в магнитогорских образовательных учреждениях, специалисты горторга, особый акцент в меню сделали на разнообразии блюд и свежих овощей. Подробнее расскажет Юлия Никифорова, которая побывала в детском саду номер 73. Общеизвестен и не подлежит сомнениям тот факт, что здоровье ребенка базируется на рациональном сбалансированном питании, включающем в себя все необходимое маленькому растущему организму. Организация горячего питания во всех, без исключения 150 детских садах города Магнитогорска, занимается муниципальное предприятие Гурторг. Причем они не просто кормят детей, но еще и выполняют важную педагогическую функцию, помогают формировать культуру питания у каждого малыша. В этом году мы делаем очень большое ударение, пытаемся приобщить детей, научить их кушать правильно и кушать много овощей. Соответственно, в нашем рационе появились такие новинки, как тушеная морковь, и овощное рагу, и свекла тушеная, и всевозможные салаты. То есть на сегодняшний день очень много блюд из овощей готовят. Приготовление пищи в детском саду производится исключительно с соблюдением всех правил здорового питания. Используются только свежие продукты. Жарка категорически запрещена. Продукты только варят, тушат и запекают. Пищеблок детского сада номер 73, к примеру, оснащен параконвектоматом для правильного приготовления пищи. Меню разрабатывается на 10 дней и согласовывается со специалистами Роспотребнадзора. Обязательные ежедневные составляющие меню – молочные продукты, свежие овощи, мясо или рыба. Все меню всегда разное. Творог, овощи у нас, мясо два раза в день бывает, рыбка, горбуша, минтай. Свежие овощи – это помидорки, огурчики. По словам воспитателей 73-го детского сада, им часто приходится слышать от родителей, что дети дома просят маму сварить такую же кашу, как в садике, или испечь булочки. В каждой семье свои пищевые традиции. В детском саду ребенок зачастую пробует то, что не принято готовить у него дома. И это действительно помогает формировать культуру питания у детей. Очень важно, что меню детского сада не секрет для родителей. Его ежедневно вывешивают в группах. С определенной периодичностью проводятся дегустации блюд для родителей, в которых могут принимать участие все желающие. Родители всегда могут прийти посмотреть, что кушают ребятки, когда кушают. Детский сад – открытая система. Юлия Никифорова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. В России прошел единый день пенсионной грамотности. Его цель – рассказать школьникам и студентам о возможностях формирования достойного уровня будущей пенсии. В Магнитогорской экскурсии для школьников прошли в четырех отделениях пенсионного фонда, а в отделении Напомиловского 7А состоялся открытый урок для ребят 53-й гимназии. Единый день пенсионной грамотности молодежи проходит уже пятый год на всей территории России. Основная задача пенсионного фонда – довести до молодого поколения, как формируется их будущая пенсия, от каких факторов она зависит. Наша задача – рассказать молодежи, что трудовые отношения нужно оформлять официально, что заработная плата, выплачиваемая работодателем, должна быть белая, ведь от белой зарплаты зависит сумма страховых взносов. Также ребятам рассказали, для чего нужен СНИЛС, почему хорошо уйти на пенсию чуть позже положенного срока и как контролировать состояние своего пенсионного счета. Более подробную информацию они смогут найти в пособии «Всё о будущей пенсии» для учебы и для жизни, которое специально для молодежи выпустил Пенсионный фонд России. Это мероприятие дало старт большому образовательному проекту, который Пенсионный фонд запускает в 2017 году. В его рамках во всех школах города будут регулярно проходить уроки пенсионной грамотности. И в завершение выпуска информация для автомобилистов. В связи с производством работ по ремонту автодороги с 21 по 25 сентября будет прекращено движение транспорта по восточной стороне проспекта Карла Маркса на участке от улицы Московской до улицы Вокзальной. Автомобилистов просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков. И это всё, о чём мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдёте в наших группах в социальных сетях и на нашем сайте tvdfiz.ru. Впереди вас ждут коммерческая информация, а также прогноз погоды на 21 сентября. Всего вам доброго и до встречи. Спонсор программы – публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат». По данным Бюро погоды, 21 сентября в городе ожидается переменная облачность без осадков, утром туман, ветер северо-восточный с переходом на северный – 2-3 метра в секунду, отдельные порывы – до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью – плюс 14, плюс 7 градусов, днём – 14-17 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова